Дорогие друзья! Игра становится популярнее Ну и что касаемо контента Я создал канал на платформе Под названием платформе Появился новый видео хостинг И попробую туда тоже заливать ролики Это кстати прям копирка ютуба ребят Но сами понимаете Сейчас очень много различных слухов Может быть всякое Поэтому создал канал Там уже можно делать и трансляции Так что подписывайтесь на платформе Канал Бляр ТВ Я оставлю ссылку в описании Но у нас сражение Глаподровные войска Хохарт Игрок из России Зовут его Евгений Из Воронежа Его оппонент Брокер Сыграет за ванилу USA Игрок из Дагестана Классическое сражение Классическое сражение на карте Сноудроуд Эти ребята Друг с другом уже провели много боев Если бы Брокер Чутка не подзабил на игру Ну понятное дело Что у всех ситуации разные Жизненные То был бы сейчас возможно В одной лодке с Хохартом В Пролиге Но так как Брокера пропустил Несколько сезонов Он вышел в Пролигу Дальше не играл То сейчас Но определить Его уровень игры Да в принципе Это уровень игры понятен Игрок сильный Но вот в лиге не участвует Поэтому Какой-либо статус ему дать Очень сложно Очень сложно Слева Фейербейс Два Сапплая Военно-завод Стандартный старт от USA Демо в принципе Два Сапплая военно-завод Все стандартно Без каких-либо коробок Позиционочка Ну и по всей видимости Будет играть Брокер Именно от защиты Скопит Определенное Количество хамеров И пойдет в атаку Но бывает по-разному Либо там копится Четыре хамера И игрок летит в атаку Может это быть И до Талого Там до десяти До двенадцати хамеров До Стратегического центра По-разному Всегда по-разному Взрывается Фейербейс Подставился хамер Ох как зря Еще и минус Дозер Хохорд решил Хантить своего оппонента Последний дозер В коробке Но вот конечно Такие коробочки Против подрывника Очень опасны Как подрыв Любит их вскрывать Активная работа От GLA Прет вперед Не щадя Рашит Пушит Ну и конечно Американец Пока даже Не думает О том Чтобы переходить В атаку С четырьмя С пяти хамерами Нужно просто Отсиживаться Ждать Лучшего момента Лазер локи Наводится Получает техничка Там очень много Ракетчиков Их пять штук Минус один хамер Так Одна техничка Отлетает Все таки Ну и Убертеч Получает Хохард На подмогу Подходят Еще хамеры Здесь Кстати Ой-ой-ой Минусуются Чинуки Надо их попытаться Увести Из этой бойни Вот Один чинук Почти помер И хамера Просто Врываются Дорогие друзья Здесь На поражение И сами погибают Ну и Вроде бы как Уничтожают Всю эту опасность Правда Я думаю Что сейчас Второй волной Может приехать Джилей Ведь он Отстроил Третий Саплай И также Второй Военный Завод Дозер Все еще Прячется Но вот Попытаться Стратегически Как-то выйти Надо Конечно Правда Здесь некуда Строить Есть такая Уловка Как вот Из коробки Строить Но просто Места нет То есть Дозеру Придется выйти Для таких Целей Но там Уже Пять Техничек Пришло Это не Две И Сколько Там Ракетчиков Просто Брокер Пихает Свою Армию В ближайший Домик Ну Утилизирует Одну Возможно Две Минус Две Технички Хороший Бой Принял Хаммер Со своим Экипажем Играет В три Саплая Кстати Еще и захват Нефти Подготавливает У нас Подрывник Он уже Сделал Захват Только Нужно Захватывать Теперь Эту нефть У американца Тоже Есть захват И было бы Неплохо Об этом Подумать Ну и Спамится Армия Она меньше У американца Не становится Чинуки Не терял Тот самый Счастливчик Остался Просто тут С одним ХП И наглый Рабочий Нет Такое Не прокатит Слушайте А здесь В принципе Это нарисовывается Очень Зрелая группа Которой Можно пойти В бой Ой Рабочий Чуть-чуть Не добил Да Отправил Одному Хаммера И эта пачка Очень серьезная Плюс Вышел Медик Ракетчики Ну что Будет ли Брокер Вперед Уходить Или все-таки Дождется Попробовать Дать Стратегический Центр Но время Идет Время идет Джилей Застраивается Можем и Дворец Увидеть Да Практически Уже Достроен Дворец Там 70% И Фэйрбейс Ну в случае Контр-атаки Пойдет ли В контр-атаку Осмелится ли Хохард На размину Технички Справа Стоят Рабочий По правому Флангу Проходит Туда В глубину Направо Там нефть И нефть Свою Джилей Уже Занял Ну что Ж Дело Контроля Насколько Брокер Остался Мастером Дженерал Зраур Но В наших Внутренних Кругах Соответственно Игрок Очень высокого Уровня Был По крайней мере Но я думаю Что и сейчас Играет неплохо А здесь Подрыв Дорогие Друзья Но Какой-то Неудачный Военный Завод Выживает Все Началась Хватка Минус Один Хамви Две Норки Преграда Справа Ой Как Неудобно Ребята Залетают И пужу Бьется Соседняя Туннель Вдруг Из нее Будет Выходить Потихоньку Полегоньку Джилой Выдирает Юнит И еще Хаммер Теряется Но Но остается Три Хаммера Дорогие Друзья Технички Все Испарились Кстати Справа Туннель Поставился Две Лучки На одном Хаммере Пойдет Ли дальше Брокер Будет Может быть Ждать Подкрепление И как раз Таки Стратегический Центр Ставится Но это Подрывник Уже Есть Апгрейд На Подрывы Можем Увидите Демобайки Но вот Как раз Таки Пытался Демобайк Проехать Все На контроле Проблема Только в том Что Джилой Сейчас Может остаться Без Саплая Выдунутого А там Два Байка С целью Забрать Последнего Строителя И никакого Уже Стратегического Центра Кстати Я заметил Что еще Хаммер Тут В группировке Присоединился Пошли Рокетбаги Минус Уиха Саплай Раз До Военного Завода Уже Дошел Брокер Ситуация Это для Джилы Опасненькая Ладно Если бы Удерживал Здесь Его на Центре А здесь Уже Минус Военный Завод Минус Был Рокетбаги Последний Военный Завод И Одна Туннель Или Один Туннель Любители Меня поправить Совершенно Согласен Ну Бывает Что Знаете Без Какой Либо Памяти Оговорочки По Фрейду Может Быть Незнания Грамматические Минус Два Военных Завода Так Перестраивается Слева Джилы Ну Кстати Дворец Будет Нагружаться Но Тут Можно Просто Все Кротечка Высадить И Минус Дворец Спамят Спамят Брокер Но Опять же Ситуация Могла Показаться Что Все Для USA Глашник Развился Два Завода Джармин Кел Работает Хорошая Позиционка И Хьюса В Ханте Тут Уже Не Видать А вот Нет Дорогие Друзья Качественное Управление Все Таки Очень Сильно Решает Джармин Кел Садится Во дворец Так Хаммер Подъехали К военному Заводу Минус Улица Это был Хеджинсный Военный Завод Вот Справа Начинает Застроечку Кохарт Справа Помню Где-то Наверное Год назад Выходил Такой Реплей На канале Когда Игрок Как раз Справа Осиживался И Я вот Даже Не помню Победил Или нет Вот Как будто бы Ситуация Повторяется Дорогие Друзья Просто Здесь Проносит Уже Мейн Полностью Минус Джейлэй База Что самое Интересное Как до этого Дошло Стер Просто Тремя Четырьмя Хаммерами Просто Стер А там Еще и Дроп Ну Явно Дроп Хаммеров Возможно Убивать Экономику Да Да Ну Пустые Будут Хаммера Потому что Казарма А нет Казарма Есть Хаммера Будут Не пустые Я думал Что Казарму Выбили Там В целом По базе Есть Станция Военный Завод Барак Экономика Все шикарно Правда Неприятный Стингер Который Бьет По экономике Ну И теперь Вопрос Надо разобраться С этим Дворцом Не фул Конечно Забитый Два Ракетчика Ну Джармен Подчищает Пифоту Ох Трех Лучковых Хаммеров Двое Минус Джармен И Новый Джармен Есть Казарма Можно заказать Ага Попытка Подорвать Барак Не получилось И все Таки Минусуется Дворец Казалось бы Последняя Здесь Опора Это Опора Словлено Нельзя так близко Подъезжать Рабочие К рабочим Даже они опасны С апгрейтом На демо И дроп Уже на правую Базу Но вот Флешечки Б Ах Добили Казарму А флешечек То нету Да и рейнджеров Наверное Ну только если От убитого Здания Остались Бьет Брокер Свой Саплай Дорогие друзья Чтобы получить Рейнджеров Значит он Выучил Флешки Ну все Тут уже Базы Джейлей Нету Вышки Нету И Джейлей Полностью Оставался На правом Фланге Давайте посмотрим Нет Нету Флешек А Окей Он будет Сейчас Дропаться В этот дом В этот дом Вот оно Что Я думал Что хочет На флешках Но флешек Не было Изучено Печально Как-то Совсем Без кп Полетел Чунучок Ай-яй-яй-яй-яй Но последняя База Джейлей Остался Там еще Ну дымобайки Будут Апгрейд То есть Он и будет Играть Дымобайками Плюс Есть Экономика Это Нефтяная Вышка Ситуация Очень Становится Интересной Токсатрактор Лазерлок Немножечко Успел Здесь Поработать Минусуется НПЗ Так И В целом Ну вот эти Туннели Можно продать Будет Экономика Тут От них Просто смысла Немного Кват А Вот оно Что А Кват Кстати Находит Свою цель Смотрите Минус Медик Минусуется Барак Но Джарман Кэл Так И Не Успел Не Выходил Возможно Там Не хватало На него Экономика Когда Еще Жил Дворец Остается Последний Военный Завод Ой Сейчас Очень Близко Мог Подъехать Тут Еще Успел Высадить Даже Подрывника Но Хаммеров Много Ага Там Слушайте Много Ракетчиков Сидит Кват Лады Пошли Воевать По сути Американцу Прям Чуть Чуть Не Хватает До Победы Просто Пробить Единственный Военный Завод Экономика Есть Да Соплай Слева Копает Военный Завод Есть Но Будет Спамить Кучу Хаммеров Сейчас Кстати Если Выбит Туннели Возможно Получит Какие-то Лычки На Хаммеры Что Будет Очень Неплохо Но Также И Возможно Получит Потерю Хаммеров Ой Последние Ракетчики Одни Из Последних Нельзя Так Конечно Терять Здесь Рабочий Остался У Джилла Нефть Есть Он Еще Живет Надо Застраиваться Пока Есть Время Надо Жестко Застраиваться Но Денег Нет Видите С Одной Нефти Конечно Не Так Много Денег Пребывает Убивают Центральные Туннели Но Есть Небольшие Потери Хаммеров Последний Островок Жизнь Для Джилла Ну Что касаемо USA Просто Побольше Поднакопить Армию И Опять же С одной Стороны У Джилла Есть вышка Он сейчас Будет Пытаться Дальше Застраиваться С другой Стороны Но Поторопишься Народ Насмешишь Хочется Более Уверенную Армию Просто Хохард В память Демобайки Кстати Энергию Убить Было бы Очень Неплохо Ага Ребята Умеют По горам Но Тут Все Палится Тут Все Видится Зашли Назад Не стали Быковать Хаммер Выходит Один За Другим Так Может Сюда Куда Ничего Стингеров Дать Четвертый Ранг У USA Ну Смысла Никакого Даже Барака Для Снайперов Что касаемо Джиллы Третий Ранг Но Построй Где-то КЦ Здесь А дадут Ли Но Просто КЦ Это Круто Это Возможно Ребели Амбуш Минус Пачка Хаммеров Демобайк Он Попытается Террорист Который Смог Или Не Смог Хорошая Позиция Еще Демобайк Ага Ну Вот Кстати Вот Он Путь К пробитию Нет Нет Хаммера Смогли Подойти И Военный Завод Сохраняется Там Кстати Один Хаммер Ездит На Разведку Смотрят Ну Где-то Мог Конечно Появится Строит Заново Базу Полторы 1600 Уже Почти 1700 В активе У Хохарта И он Отстраивает Второе Здание Саплай Чтобы не Оказаться Ну Хотя бы Как минимум В рабоханте Демобайки Пытаются Просто Объездом Отыгрывать Вот он Видите Ловит Свой шанс Но Фейербейс Причем Есть перед военным За Вот он Почти Ах Надо было Взрываться Почти Забрал Пачку Ага Есть еще Один ПЗ Скидка На генита Бьется Ну тут Просто Занятые Домики Ракетчик Бежит Вниз Надо Занимать Свою Позицию Вообще Побольше Б норок Здесь Мне кажется Глажнику Да Забить Вот этот Домик Но норок Без казармы Не построишь А казармы Нету Да и ракетчиков Без казармы Не выведешь Все что Есть Ракетчики Мне кажется Если слева Парень выйдет Он Навряд ли Доберется Слишком далеко Бежать Хотя Знаете Бывает Всякое Можно И попробовать Ставится Барак Между прочим Ага Отменяется Хочет Переставить Как-то немножко Ну сюда Навряд ли Влезет Эта казарма Хотя Просто Хаммеров Все палят Они же Тут же Отменят Кракас А как Хочется Побольше Норок Стингеров Но Без казармы Это невозможно Невозможно И Наверное Больше делать Демобайков И квад Потому что Американец Все таки Когда-то Пойдет В эту атаку Там все Больше И больше Юнитов Тут вообще Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Траншинс Пятнадцать Хаммеров Плюс Шестнадцатый Ездит Поверху Но Без пехоты Эти ребята Зато Есть С лучками Да Не Ну Тут Я вообще Не знаю Че париться Брокер Тянет Время Ему По сути Сейчас Воединый Кулак Все Собрать Да И Все И До Свидания База GLA Там Всего Два Квада Но Вот Этот Домик Конечно Помеха Строится Все таки Казарма Все Решился На нее Хохард И Брокер Пока Не трогает Ждет Вот он Последний парень Добегает Там Кстати Ракетчика Бегает Смотрите Он Сюда Вышел Попробует Добраться До Основной Базы Мотоцикл Ах Минус Три Хаммера И там Были Два Тех С лучками Но Пилоты Выжили Да И новые Хаммера Будут С лучками Вот это Конечно Повезло Американцу Что пилоты Выживают Ну что Собирается Эта армия Последний Бой В победной Или нет Ну вот Казарму зря Брокер дал Построить Сейчас Будет Утилизация Казарма Опять Выходит Мобайк Шикарные Тайминги Минус Один Хаммер И барак Страдает Изо всех сил Настую функцию Выполнил Норок Оставится Ракетчики Успеют ли Зайти в бункер Ой-ой-ой Сколько там Ракетчиков Там в бункере Хаммера Здесь просто Подставляются Кваты Отрабатывают И Неужели Армия Джиллой Справляется С такой Огромной Машиной Там Сколько Сколько Трупов 15 Хаммеров Было А брокер Остается Без Экономики Я думаю Что он Заезжал Сюда На уверенном И С надеждой Победы Ну нет Нет Демо Выстоял Дорогие друзья И великолепная Победа Забился Глашник В уголке Но Смог Реализовать Свой Уголок По экономике Кстати Примерно Все одинаково Набили По юнитам Плюс-минус Тоже Ну статы Вообще Практически Одинаковые Что ж Дорогие друзья Я вам напоминаю Про Платформу Под названием Платформа Подписывайтесь Туда буду заливать Также ролики Кому удобнее Там смотреть Можно будет смотреть Там И попробую Туда тоже Засунуть Ну то есть Стрим У меня вот стрим Идет на ютубе На твиче И я надеюсь Что ком потянет Еще и туда получится Также показывать Генералов Так что подписывайтесь И не забывайте Ставить комментарии Лайки Подписываться На канал На ютубе Не забывайте про телегу Дискорд Канал группы Вконтакте Сайт Бляртв.ру Где вы найдете Очень много Полезной информации А я с вами Не прощаюсь